Напомним, на прошлой неделе губернатор лично посетил детскую школу искусств, чтобы оценить состояние, в котором учреждение оказалось после некачественно выполненной реконструкции. После посещения объекта глава округа дал всем заинтересованным сторонам неделю на поиск оптимального решения. Посмотрели мы и документы, и контракты, которые были до этого. И, к сожалению, я могу констатировать факт, что, в принципе, еще год назад можно было регулировать эту всю ситуацию. То есть мы на сегодняшний день, год, и дети у нас, и преподаватели были в других учреждениях, что, естественно, отражалось и на самочувствии детей, и преподавателей. То есть я считаю, что здесь ситуацию должным образом не проконтролирована. И вот в наше обращение окруженные структуры, власти... До этой пятницы рабочая группа составит уточненную смету по всем работам, которые необходимо выполнить, чтобы привести детскую школу искусств в соответствующее состояние для проведения занятий. Ориентировочная сумма — 15 миллионов рублей. Деньги немалые. Найти их можно либо в бюджете, либо из внебюджетных источников. В первом случае необходимо проведение аукциона. На все мероприятия может не хватить двух месяцев, и с ремонтом к сентябрю опять не успеют. А еще потребуется поиск подрядчиков. Наиболее подходящий второй вариант с внебюджетным финансированием. Губернатор пообещал для решения вопроса лично встретиться с руководством Ненецкой нефтяной компании. Кроме того, Игорь Федоров дал участникам совещание еще неделю на решение вопроса перспектив Дышии. В ближайшие годы она должна переехать из нынешнего маленького и неприспособленного здания, в котором нет репетиционного и концертного залов, в более подходящее. Требуется найти земельный участок под застройку, подходящий по площади, обязательно в центре города. Как вариант рассматривается территория на улице Победы. То есть деньги на что-то другое?